так нужно сейчас изменить название или что или не надо сейчас секундочку но я в эфире как бы все норм вроде игры не это не играет разговор вот разговоры так прямой эфир хорошо так готова битрейт высокий так 123 все тогда не буду ничего больше трогать все сидим короче точнее один сижу немножко сейчас музыку послушаю по транслирую проведу эфир 40 может быть час посмотрим что из этого выйдет так ip адрес потом штуки еще вариант есть еще на ю тубе проверить на youtube twitch потише музыку надо потому что авторские права и все-таки все-таки сейчас посмотрим придет ли кто-нибудь с других каналов моих или кто есть на этом канале вот ну короче vpn запустил посмотреть как будет не будет ли тормозить на всех площадках стрим идет facebook vk youtube twitch перископ даже ну типа twitter там а twitter да кстати блин теперь а это есть лана все так твиттер сейчас посмотрю так да идет стрим в твиттере тоже а эти как они называются ok.ru не идет стрим там наверное добавить перезапускать уже не буду блин ну хрен с ним ладно твой нет в принципе в списке vk life перископ не вижу да где ok.ru убрать а нет вот есть да ну ладно что ж теперь так нормально 05 нет тут нужно войти по-другому сейчас вот так вот короче стрим идет я могу закрыть эти ссылки как бы все чтобы они скорость не забирали так что у нас гости спамеры всякие заходит на страничку и у них там ссылки на сайты типа там обнаженные фото на кого это рассчитано вообще так 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 что у нас тут сейчас попробую подключить ok.ru перезапустите трансляцию чтобы изменения вступили в силу замечательно вот отлично придумано блин когда я уже запустил трансляцию типа перезапустить предлагает но хотят что там пусть так будет ладно все короче просто позалипаю в смартфон короче по стримлю и и это этого хватит этого достаточно трансляции не знаю в записи оставлять не оставлять какой вы есть ли в этом смысл вообще не ну стрим идет хорошо просто замечательно все сидим еще потише звук да пойдет чат на твиче вот не знаю чё там надо глянуть на каждом ресурсе свой чат блин и так ну звук я и так знаю что работает звук так 1 2 3 еще раз пойдет качество 720p сейчас это надо вообще вот так скрыть да класс это тоже круче я вижу только количество зрителей типа там youtube один зритель твич один зритель там goodgame и перископ ну и все ну тут не ну конечно да перископе типа три зрителя я вижу где мне оставить ради чат будет туда и будут смотреть а хотя нет он может быть здесь какой то есть нет твич твич а фейсбук чё там интересно даже короче какой из сервисов в больше всего сжимает вот это мне интересно узнать или есть где нибудь тормоза или нет включите трансляцию не изображение хорошее вполне себе это прям вот меня устраивает так что фейсбук поменяли немного дизайн как было все плохо так и осталось так 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 можно кстати перезапустить стрим правда но незачем все короче я хочу так оставлю так немного по стримлю помолчу просто не хочу ничего говорить так что у нас здесь попробую вот это так так да да Не, все-таки надо открыть, чисто так, мало ли. Твич. Короче, чат перископ открыт, остальное я не вижу ничего. Если что, может кто-то захочет написать. Да, так, что тут. Да, так. 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 Блин, правда, надо это как вариант. Ссылку на этот, на канал-то. Блин, а в описании нет ссылок ведь. Блин. Да не, ничего не буду делать. Так оставлю. Не хочу делать ничего. Перископ, блин. Не, по-моему, это какой-то прикол. Ну, типа, у меня открыта ссылка на YouTube со стримом. Там, типа, я сам смотрю один зритель. Смотрю, типа, другие площадки. И там где-то, типа, на Goodgame, типа, зрители есть. На Твиче есть зрители. Кто? Кто? Это, типа, сам сайт приписывает единичку или что, я не пойму. Да, скорее всего. хочу пока да кстати шо там в к понятно понятно ты мне сообщества и так редактировать прямой эфир понял м 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 Продолжение следует... 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 короче для меня главный youtube а там блин нет просмотров никого нет короче good game блин ну что я могу вот сделать изменить видео могу что я там русский язык не знаю так что здесь плейлист теги русский язык entertainment да короче может кто будет смотреть запись потом просто скажу что есть канал и короче несколько штук там 4 минимум вот на все надо подписаться там трансляции проходят уже есть готовые подкасты типа 50 штук там пять часов идет я разговариваю без остановки вот этот стрим я провожу просто как то я сделаю короче я понимаю что там зрители никаких ничего не будет блин нужно быть короче этим да сейчас ни у кого не реальных цифр нет посмотри каких-то артистов миллиард просмотров какой миллиард их максимум слушает там от пяти ну до 100 тысяч там от просмотров реальных то есть у клипа у трека у сингла вот остальное подкручивают делают короче вложения что типа вот создают иллюзию популярности значимости вот и на трансляции их накручивают отключают чат просто сидят стримят или запись включает я вот думаю этот ролик точнее в трансляцию сохранить себе и и потом просто ее по кругу пускать и днем и ночью и просто люди будут приходить и короче я оставлю ссылку в описании на основной канал со всеми там роликами уже ну типа и трансляция как бы в записи но человек попал мне youtube порекомендовал ему потом он переходит по ссылке и смотрит уже остальные ролики думаю как в целях саморекламы что ли это правильно сделать я думаю вот а чтобы блин я уже несколько раз стримил игры всякие там что-то просто разговаривал на стримах было до пяти человек всего лишь а нужно блин больше вот вкладывать деньги в это ну вот но не хочу я я хочу просто попробовать каким-то бесплатными способами выжать максимум а потом не могу прибегнуть к любым способом вообще читерским это не проблема даже можно заморочиться и ну короче сделать написать специальную программу которая будет накручивать этих зрителей или там еще что то делать вот то есть для этого все и делается то есть там программирование удобно его знать чтобы сэкономить деньги потому что знаешь программирование напишешь программу она будет тебе помогать вот этот счетчик менять как ты хочешь вообще вот остальные делают то же самое но типа только покупают за деньги вот то есть все ну зачем вообще программирование заниматься потому что стоит задача так я хочу блин на ютюбе а себе заявить но не хочу тратить деньги можно конечно постоянно вкладывать там не знаю доллары в это дело или просить кого-то вот там писать этим администратором сообществ там короче просить пожалуйста вот оставьте ссылку там или помогите я хочу там стать популярным и прочее можно без этого обойтись если ты понимаешь принципы как как работают короче эти сайты как они настроены там на каком-то значит в тик токе одни алгоритмы на ютюбе другие там в контакте еще какие-то если уж вообще ничего не поможет то можно пытаться прилипнуть к кому-то но на самом деле это я не очень хочу потому что это та аудитория она смотрит какого-то человека смотрит определенную аудиторию ты начинаешь тип с ним дружить и думаю что это аудитория придет к тебе она не приходит она не этого хотела типа одного лица мало вот тип вот лицо типа вот там на трансляции человек появился у кого-то в гостях и все теперь его знают и типа будут смотреть да нифига как как он блин увидели да забыли если он ничего интересного не делает если он просто не нравится на вид какой-то он странный там блин не знаю прическа у него какая-то или голос ну и все еще ходи не ходи на всякие шоу или в гости к стримерам или там пытайся сам стримить не будут смотреть способы типа раскрутки когда ты стримишь популярную игру и типа люди приходят такие уго там у меня у них комп слабо они к тебе приходят посмотреть у меня нет компа такого поэтому я этот вариант не рассматриваю в целом мне не нужны зрители я просто записал ролики опубликовал на канале чтобы они были и там просто я уже повторяюсь я говорил на других в других роликах о том что эти видео я записал чтобы ну типа в себе не держать я записал опубликовал и все теперь об этом больше не думаю там вот все вот я расписал короче вот прям как хотел подробно что меня волнует что беспокоит и прочее и теперь больше мне это не мучает вот то есть все зафиксировано это как типа ну ну ладно короче и сейчас такое время что все занимаются короче там типа журналистикой там что-то или там музыкой ну типа юмором и прочее и прочим и в общем ну и все не стыдятся накручивать они берут просто типа и подписчиков и там лайки все просто прям публикуют ролик и сразу прям заказывают накрутку хоть миллиону хоть сколько можешь себя накрутить за деньги просто ну да будет вот там на ю тубе типа ролик лежать и типами просмотры есть но если ролик неинтересный то он застынет и дальше не будет двигаться зачем тогда нужно было вообще его раскручивать если он потом с места не сдвинется он никому не нужен он типа набрал свое все хватит да как счетчик показывает что когда-то были просмотры но потом ты их не будет и накручивать а потом бац удалили канал за нарушение правил ты вложил деньги в этот канал чтобы вот этот счетчик у тебя был а в итоге у тебя все удалили тебе нужно заново короче регистрировать регистрировать перезаливать накручивать а уже как бы время то прошло и типа ты выложишь а шутки допустим в этом ролике в твоем были актуальны тогда ты выкладываешь сейчас а кто-то уже и после тебя записал а потом ты после него перезалил и получается как будто ты у него сплагиатил там что-то позаимствовал вот это получается все неразбериха короче нет смысла вкладывать деньги в youtube канал если он какой-то такой как сказать хрупкий ну блин это если прям вот защита есть даже если там были нарушения все на канал потом восстановили там как-то договорился а тут бац блин даже есть какой-то с слух ходит в интернете мол короче каналы с подписчиками популярные какие-то с просмотрами они в лучшем качестве на youtube на youtube в общем а каналы такие которые без подписчиков они почему-то в худшем качестве типа кодеки разные для топовых каналах кодеки лучше блин ну вообще какой-то бред полный я как бы разница не заметил что ты на новый канал заливаешь что на старый что с подписчиками что без у тебя качество быть такой который ты выберешь и звук и прочее как и так звук это блин круче чё только блин не пишут чё только не говорят вот зрителей по-прежнему нет ничего там не перископ как бы вообще как бы блин вообще вот что блин значит без рекламы канал ну я в принципе уже блин я говорю в подкастах все рассказал че в этом вот сейчас рассказываю какую-то типа фигню на самом деле все и так известно когда каждый второй накручивает то не накручивать тебе это глупо ну реально потому что ну думать что само там как-нибудь наберется но не наберется или думать вот я плохо делаю там плохое качество картинки надо улучшить качество купить камеру будут тогда блин просмотры нифига ничего не будет можно стримить на смартфон можно блин жить там не знаю в полной деревне в какой-то деревне блин в каком ну там вообще ничего нет короче интернет плохой все очень плохо там и виды плохие и сам человек типа не очень но у него есть средства которые он вкладывает в раскрутку и неважно где он там блин находится он будет монетизировать свой стрим свой контент ему не нужно там в большой город в большой город почему все блин едут потому что там есть люди которые знают как надо делать они подскажут они там типа направят вот то есть можно поехать в большой город понять как и что делать и вернуться опять в провинцию вполне то есть и продолжат делать дела ну просто типа там в больших городах в порядке вещей там что-то заниматься съемками и прочим а в маленьких это будет выглядеть как-то типа ну как-то странно что ты чем чем ты занимаешь на что ты время тратишь типа того какие-то ролики там снимаешь или стримишь лучше потом делом занялся в таком духе ну и не важно что стример вообще говорит главное что его видно слышно ничего не тормозит и можно типа ему написать в чат и этого достаточно пишешь в чат он с тобой общается как бы это круто не нужно что-то интересное говорить там наоборот даже когда ты грузишь там не знаю начинаешь говорить что-нибудь поднимаешь темы какие-то странные типа там астрономия физика химия то не будут смотреть а просто болтаешь там не знаю типа напишешь название там бухаю пиво на стриме и все и типа ну типа общаешь общаюсь с чатом и люди заходят такие типа и предлагаю так может быть там видос посмотрим может в игру сыграешь там и прочее там посмотри то посмотри это ну то есть такое типа общение в прямом эфире в реальном времени вот и ну блин главное заявите себе заявила себе все уже хорошо достаточно а там уже как-нибудь большинство ведь людей они как бы они популярны только потому что типа они находились в таком кругу ну то есть людей которые там которым уже много лет или которые ну просто рядом живут или там родители знакомые просто там значит ты знаешь знаешь ребенка потому что точнее ну ты человек знаешь кого-то другого человека потому что ваши родители знакомы вы там рядом жили этот человек вдруг занялся блогингом у него все получилось потом тебя подтянул и вот так вот все но я говорю у кого-то получается у кого-то нет я я видел разные форматы кто-то блин и какие-то шоу снимал кто-то и влоги кто-то пытался петь и прочее у кого-то получался у кого-то нет и непонятно в чем проблема как бы вроде все ок но человек просто блин не нужен блин и даже есть такие случаи что человек там типа его везде форсит он остается не нужным хотя вроде как не ну блин если тебя там ну твой ролик посмотрели пятьдесят миллионов раз то значит ну типа ты известен ну то есть не накрутка ничего ну так типа какой-то мем смешной и ты вот персонаж ну и что ты остаешься этим персонажем никак не монетизируешь а какой-то другой человек у него там меньше просмотров не пятьдесят миллионов а не знаю там ну сто тысяч максимум и у него и там у него какие-то заказы и прочее думаешь блин так все-таки типа нужно просто сделать что-то такое что запомнит не опозориться а именно оставить след который будет как-то не знаю прям вот ну удивлять народ этот народ просто будет в какие-то периоды своей жизни вспоминать тебя если ты вот что-то сделаешь но я говорю первые какие-то зрители они должны быть не накрученными то есть счетчик он вообще не нужен нужно рекламировать себя на живую аудиторию в социальных сетях либо там я говорю через сообщество либо через таргет и хотя бы чтобы там не знаю ну минимум десять тысяч людей увидел и потом эти десять тысяч уже там расскажут дальше там распространят вот то есть нужно минимально потратиться я как бы вроде уже готов я могу это сделать то есть у меня есть пост в социальной сети ну там какие-то мои треки ну типа картинка список треков ну типа можно послушать и типа цитатка вот взять этот пост и рекламировать его на какую-то аудиторию вот я думаю 100 долларов это вообще любому хватит то есть берешь 100 долларов либо их там как-то растягиваешь на месяц либо на неделю либо на три дня на один день и рекламируешься ну то есть нужно знать где рекламироваться кому заплатить где-где какое где аудитория какая типа тебе ближе который тебе подойдет который оценит то что ты делаешь ну то есть я не могу например в рок сообщества свое свои работы отправить но это вообще будет не в тему на юмористический кит сайт я не могу отправить допустим ну блин есть такие сайты ну как которая ну там не то что типа меня вообще никого не примут не оценит не одобрит вот поэтому нужно короче ну типа ну не знаю и еще пол важен какой пол допустим там мужской или женский автомобили или там песни или влоги и лишь чуть и короче нужно ну какой-то как первый взнос то есть без этого никак никто вообще то есть человек может блин делать круто даже вот эти я видел люди начали эти собираться в квартирах и типа стримить вечеринки решили сделать как там известные стримеры другие которые уже так прославились и у них тип мало просмотров вот то есть они думают что это там само по себе так типа как-нибудь люди найдут и типа будут смотреть нет нужно брать и вкладывать средства свои вот я в очередной раз убеждаюсь в этом я знаю что как бы получится просто думаю блин вот сейчас не думаю не то время нужно попозже хочется короче зарабатывать как-нибудь ну ну как бы оффлайн или онлайн но не на ютубе вот и когда я зарабатываю имею источник заработка то я могу какую-то часть средств выделять на продвижение в интернете и когда в интернете продвижение это сработает то появится уверенность в себе и песни можно будет легко написать то есть появится появится новая идея потому что будешь знать что вот сейчас я там что-то сделаю и минимум то 50 тысяч посмотрит вообще круто будет как то так вот на самом деле этот стрим выглядит так как будто я типа провожу лекцию по типа как раскрутиться в интернете на самом деле все те кто рассказывают про популярность в интернете про заработок они нифига на этом не зарабатывают я у них нет просмотров они конечно говорят а вот там на другом канале там у меня есть просмотр на самом деле нифига нет даже блин не знаю этот стрим оставлять не оставлять как вообще ну так что тут сейчас скольки вообще стримлют уже сколько прошло времени 37 минут а немного я чуть уже блин уже поднадоело да потому что игру если стримить то надо брать записывать ролик запускать типа трансляцию с этой записью накручивать просмотры ну точнее зрителей отключать чат оставлять ссылку в описании люди будут приходить новые реально там и пи и подписываться и потом уже когда подпишутся запускать нормальную трансляцию где ты будешь в прямом эфире реальный и читать чат а до этого я говорю ну ну рано пытаться что-то снимать какие-то короткие ролики или еще что-то ну блин я говорю не знаю алгоритмов не знаю вообще не имею представления о том как работает сайт нет смысла как-то там что-то думать и я как бы снял можно сказать ролики для себя более 50 в сохранил их то есть они у меня и не и в оффлайн варианте и в онлайн то есть как бы и на флешке и в сети и также с фотографиями и пусть как бы они будут на всякий случай тут дело не в просмотрах тут дело в том что есть что вот можно найти в интернете канал или страницу и посмотреть ролики просто ради интереса там может одному человека заинтересует что я там рассказываю он посмотрит но и все достаточно даже хорошо когда тебя смотрят какие-то определенные люди которые нашли и постарались остальные которые не его не умеют блин искать они им и не надо смотреть они смотрят типа то что просто на главной странице то есть они не знают сколько существует каналов годных то есть ну короче даже если вот подумать вот сколько бы у меня был бы просмотров сколько бы зрителей на трансляции если бы я там раскрутился бы прям сильно ну максимум тысяч то есть тоже как бы не миллионы какие-то просто обычные там и ну таким образом можно сделать вывод что никто вообще не популярен какой канал не возьми смотришь там блин тип человек загружает там что-то стратит деньги на съемки 20 тысяч просмотров он продолжает это 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 делать то есть они они это делают просто но чтобы было ну когда блин когда есть что сказать то надо это типа записать ну типа зафиксировать так скажем не ради просмотров то и бывает такое что ролик лежит на ютубе пять лет потом бац и он попадает в рекомендации спустя пять лет как будто была очередь типа вот вы загрузили ролик ждите полгода год или два и типа потом может быть когда-нибудь у вас там кто-то увидит потому что люди смотрели 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 все посмотрели и им youtube рекомендует то что они не смотрели то есть потому что нельзя рекомендовать только одно и то же то есть человек уже посмотрел все это ссылка она больше ну не должна появляться на самом блин когда стримы всегда блин не знаю что сказать когда блин просто записываю ролик сижу я точно знаю у меня все ролики именно под запись они опубликованы и они мне нравятся трансляции так что ты сидишь блин просто тестируешь ну как бы блин ноль ноль по нулям вообще типа был твич кто-то типа якобы смотрел а ща вообще по нулям все-таки кто-то был но никто не писал никаких сообщений да и не надо как бы хотя короче час по стриму еще 12 минут и все перескоп кудгейм нигде никаких комментариев ничего не было конец я говорю блин такое время типа стриме счет заниматься вроде что-то запустил трансляцию нормально так Сидишь, общаешься, что-то показываешь, рассказываешь, а уведомления не приходят вообще никому. Даже подписчикам. Популярные блогеры не могут получить трафик на свой стрим, потому что тупо уведомления не пришли никому. Если даже у них так. Нет, вот реально, я вот сижу и думаю, блин, вот если бы я сейчас какой-то ролик снял бы там, у меня бы этот, как он называется? Ну, крючки, либо путешествие, либо обзор автомобиля, либо готовка, либо играл бы в игру, и все равно не было бы просмотров, не было бы зрителей. Вот что как-то расстраивает, типа, блин, вот вроде как... Ну, с одной стороны, это защита от простаков, типа, вот чтобы простой человек, который стримит полную фигню, то чтобы он никогда не попал наверх, защита таких людей. То есть такой человек, который, ну, беден, там, туп, некрасив, он и не будет вкладывать деньги в свое продвижение. И так и останется над ней, перестанет это делать. А человек, который в себе уверен, знает, что вот он топовый, типа, умный, красивый и прочее, он такой стримит, у него ноль зрителей, а потом такой... Так, что-то мне не нравится, сейчас накручу, так, надо купить рекламу, так, нужно с кем-то связаться, так, сейчас будем что-то хайповое делать. И вот так он делает, 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 он понимает, что, типа, все возможно, все реально, он ничем не хуже других, и у него получается. Вот, то есть, ну, до этого тоже как бы надо дорасти, ну, как-то уже прям вот... Ну, с одной стороны, сейчас уже ничего такого индивидуального и нет. Сейчас именно люди работают в команде, то есть блогеры создают, он в кадре один, а за кулисами и за кадром еще целая команда. Они говорят ему, что делать, все вроде делается, типа, он сам там ходит, но ему говорят, так, в этот день ты так сделаешь, то скажешь. Так, потом файлы нам принесешь, не выкладывай без цветокоррекции и прочее. Вот это все согласовывать надо. То есть я пытаюсь вспомнить какие-нибудь каналы, которые, ну, типа, может быть, сами, а может быть, и кто-то им помог. Я вот назвать хочу просто, не могу вспомнить. На самом деле, чтобы о себе заявить, не нужно снимать много контента. Можно просто там, не знаю, какой-то, не знаю, ролик снять, такой универсальный ролик один на канале, накрутить на него просмотр и все оставить, забыть все, и твое имя как-то вроде в интернете осталось, и там просмотров много. Я видел такое. Кто-то даже покупал какие-то каналы, удалял все старое, заливал-то вообще какую-то чушь полную, типа, набирал там на канале миллионники 60 тысяч просмотров. И то там, типа, комментарии были все, ну, люди были недовольны. Вот. То есть я вот сейчас особо ничего такого важного, интересного не говорю, ну, потому что до этого было, мы уже много раз, много раз стримил, много записывал роликов, опубликовал их на канале. И, типа, ну, как бы ничего, никого, никто не, типа, не оценил, никто не пришел. А если заходили, ну, процент, ну, как вот YouTube рекомендует твое видео, допустим, там, малому количеству людей. Некоторые даже не нажимают. Типа, рекомендации было 30 тысяч с правой стороны, на, ну, на странице YouTube. Какой-то там, какой-то блогер другой был, и там справа твой ролик был. И они видят, что значок есть. И там другие значки есть. Твой значок, значок там какого-то другого блогера, какой-то девушки, какого-то парня. И человек просто может ни на один значок не нажать с этой правой стороны. То есть, значит, человек вообще, типа, не хочет никакой контент. Значит, он, типа, ищет все вручную. Он никогда не нажимает с правой стороны. Или, может, человек смотрит только телевизионные шоу. То есть, контент именно такой форматный. То, что на слуху, то, что, типа, все знают. Ну, то есть... На самом деле, что я сижу, объясняю. Я хотел вообще по стриму провести, помолчать. Просто я вот смотрю на счетчик сейчас. И понимаю, что, ну, блин, вот реально так можно стримить каждый день. На протяжении года. Но не будет зрителей. Зачем это на все нужно? Что ждать? Вот, типа, да, типа, вот человек такой, вот, представим, решил, человек заняться блогингом, короче, стать блогером, короче, или стримером, подкастером, геймером. И, короче, регистрирует себе новый аккаунт, настраивает веб-камеру, звук, значит, запускает стрим. Его видно, слышно, он там что-то рассказывает. Название написал, не матерится, ничего, все хорошо. И ждет, ну, то есть новый канал. Там теги какие-то написал или вообще не написал. Выбрал русский язык и сидит, короче, рассказывает. Сидит, рассказывает, смотрит на чат, смотрит на счетчик. Нет движений вообще. Меняет название. Ну, типа, может, какое-то что-то там пишет привлекающее. Не помогает. Меняет картинку, чтобы, ну, типа, вот картинка, и написанная в эфире, не помогает. Теги пишет, не помогает. Описание не помогает. И так вот сидишь и думаешь, блин, что же вот я делаю не так? То есть я еще не успел ничего сказать плохого. Я запустил стрим и сижу, молчу, чтобы человек зашел, написал что-то в чат, типа, привет, чип, ты кто, типа, и все такое. Никого, ничего. Просто никто не зашел, не написал, не поставил оценку, ну, ничего вообще. То есть YouTube никак не двигает, типа, ты как новый пользователь, да, такой, так даже не новый, старый или новый, неважно, просто не двигает. Хотя у тебя сигнал нормальный, типа, ты стримишь, тебя видно, тебя слышно. Ну, просто человек в кадре сидит, типа, на превьюшке, вот, какой-то человек сидит, там, название, типа, прямой эфир. И ничего. Чтобы YouTube начал рекомендовать, его нужно, типа, как-то заставить это сделать, либо за деньги. Сейчас говорю, может быть, сам YouTube понял, что, ну, сайт, сервис, что, как бы, зачем бесплатно кого-то продвигать. Они продвигали бесплатно на заре, вот, на заре, короче, ну, интернета, можно сказать, на заре быстрого интернета, точнее, ну, такого среднего. Типа, нужно было протестировать, короче, заполнить сайт материалом, а то был пустой, ничего не было, были какие-то ролики плохого качества, какие-то старые, там, перезаливали что-то, вот. Ну, и потом, типа, протестировали, кто в то время был первопроходцем, их запомнили, как, типа, вот, когда в самом начале не было, было нечего смотреть, нечего слушать. Люди слушали и смотрели, и какая-то аудитория осталась, и она до сих пор смотрит этого человека. Хотя бы, ну, не прям вся, а какая-то часть осталась. Допустим, смотрели миллион, осталось 100 тысяч, они его смотрят, до сих пор уважают и поддерживают. И, может, на стриме, там, не знаю, тысяча человек, и они даже какие-то пожертвования отправляют, а новый человек приходит, ничем не хуже, картинка лучше, там, все, голос лучше, там, и прочее. А нет, как бы, нет, как бы, никто не будет смотреть. И вот думаешь, блин, прикол в том, что даже если, я говорю, кого-то попросить и прочее, так это тоже, может, не поможет вообще. Попытаться что-то, совершить какую-то выходку, тоже, как бы, посмеются и забудут. Вот, и есть такие, блин, такой, короче, прикол, что люди могут слушать музыку какого-то артиста, вообще уважать его, восхищаться им, но прямые трансляции, они его не будут смотреть. Или наоборот, смотрят прямые трансляции, там, в Инстаграме, еще где-то, а вот, блин, песни не слушают. Типа, они его рассматривают как просто человека и следят его не за его творчеством, а и за его семьей, за его, там, поездками этого человека, за покупками следят. Ну, типа, за жизнью, типа, движение, там, происходит какое-то какое-то... Вот я сколько раз видел какие-то посты, и всегда они какие-то, ну, рекламные были. Каких-то людей продвигают и думаешь, блин, а чё их продвигают? Чё в них хорошего? Ну, типа, зачем мне это в ленте? А потом думаю, так может, этот пост проплаченный? Типа, это не просто так этого человека опубликовали в сообществе или упомянули, или сделали с ним мем, или там еще где-то сказали, упомянули, ну, ну, нет, чё-то как-то нечистое. То есть вот у меня нет просмотров, но мой канал есть, там материал есть, как бы, там на 5 часов, значит, можно себя занять. И потом, бац, какой-то блогер, мое имя упоминает, и мой стрим, что вот, там, я на какой-то минуте это говорил. С какой стати он будет это делать? Типа, вот он сидит, допустим, с кем-то общается, там, интервью какое-то, или просто влог. Зачем ему, ну, типа, меня упоминать? Просто так. То есть он даже со мной ведь не знаком. Типа, это кем нужно быть, чтобы тебя упоминали? Мне кажется, даже какого-то, блин, топового, не знаю, врача, или какого-то певца, актера, талантливого, просто так не будут упоминать. Упоминают чисто вот, какая-то есть договоренность. Или ты упоминаешь его, а за счет его, типа, у тебя возрастают просмотры. Постоянно какой-то вот, какой-то, как это слово правильно, такое более вежливое подобрать. Типа, типа, короче, за счет другого человека себя продвигать. Это как правильно назвать? Пытаюсь вспомнить. Ох, блин. Ну, типа, вместо того, чтобы снимать ролики на те темы, которые тебе интересны, ты начинаешь на всех наезжать, создавать проблемы, шум какой-то создавать, привлечь внимание хочешь, чтобы о тебе в новостях написали, еще что-то. Но это ведь все как-то, ну, типа, в негативном свете. Ну, хотя сейчас такая аудитория, что эта аудитория этого и заслуживает, только вот такого контента дурацкого. Какие-то книги там писать, значит, придумывать что-то, какие-то свои там теории и прочее. И в этом нет смысла, потому что люди сейчас уже не настолько, типа, умны, чтобы все это понять, осознать вообще, всю глубину искусства увидеть. Они не смогут. Им нужно какое-то, наоборот, самое простое, самое, ну, плохого качества. Они это съедят, и им покажется, что вот это вот плохое, оно, наоборот, типа, топовое. А то, что вот это там другой кто-то делает, это все старье, это все фигня. Ну, то есть, какая-то одежда якобы старого типа, там, 20 века, она, типа, блин, якобы фигня. А вот современная, вот это вот все надписи, какие-то яркие цвета, это, типа, топ. Ну, то есть, там, строгие стили, это не то. Ну, вот, ну, для них. Я, например, наоборот, люблю джазовые композиции, хотя раньше считал, что это, типа, прошлый век. Не разбирался в музыке. Сейчас, наоборот, я слушаю музыку того времени, книги того времени. Ну, то есть, прошлого века и прочее. Но я понимаю, что современные люди, они это не оценят. То есть, они того старого-то и не слышали. То есть, все впервые, не важно, что, какой жанр вообще не важно. Типа, если ты раньше не слышал, а потом, типа, услышал, не от кого-то, типа, от... Да, мне кажется, портится мнение о материале, о музыке, когда тебе советуют какие-то, ну, типа, взрослые люди. Ну, типа, что старики могут посоветовать? Вот, как бы, что они понимают? Вот мы-то слушаем топовую музыку, они, блин, фигню какую-то слушали. Ну, типа, ты смотришь на человека, он тебе не нравится, он тебе что-то советует. И ты сразу чувствуешь, что его вот этот вкус говно, то, что он советует, это тоже говно. А если бы посоветовал какой-то молодой или какой-то известный человек, или еще что-то. Или это бы крутили бы везде, если бы этого было просмотров много. Ну, то есть, взять все вот эти старые какие-то песни, ролики, переделать, обновить, погромче сделать, на камеру получше снять. Создать канал, опубликовать все, накрутить просмотров, попросить сообщества написать, типа, в новостях, что вышел вот новый материал и прочее. Везде раскидать за деньги. И все, и народ схавает, то есть, даже молодежь, она посмотрит такой, ого, класс, а мы не знали, а что это? А потом они такие, они узнают, что это, блин, материал 20-го века, 60-х годов, блин. Они думают, блин, как так-то? Типа, ну, то есть, они бы, если нашли бы сами, они бы слушать это не стали, но если бы наткнулись. А так как, типа, об этом заговорили, хайп, типа, о, наверное, это что-то стоит, это, типа, это что-то такое нереальное, это что-то качественное. На самом деле, просто тот же самый трек перезалили, и дата обновилась. Была дата написана, там, ты 1965 год. Взяли и загрузили на другой канал, написана дата, там, 2021 год. Все. Типа, название, там, и в названии написали еще 2021 год. То есть, блин, любой материал, он, как бы, ничего не стоит, пока о нем не заговоришь, пока, блин, не начнешь доказывать. То есть, ну, типа, как доказывать, так, типа, не будет видно, что это реклама, будет просто ролик везде распространяться, но не будет понятно, как так. Вроде все просто, я сколько раз замечал какие-то песни или какие-то видео, какие-то картинки, мемы, там, еще что-то, ну, вообще, какие-то люди становились известными. Хотя ничего такого нет. Сколько классных песен, сколько классных фильмов. А на слуху только вот эти вот. И включаешь радиостанцию какую-то, и там только одни и те же треки. То есть, там, кого-то там ни своего никогда не поставят. И просто, блин, ну, что это такое? То есть, люди реально могут жить и думают, что вот другой музыки не существует. Вот делают музыку только вот эти, там, 50 человек. Остальные, типа, не умеют. Они не шарят. Но если их не слушают, если у них нет просмотров, значит, у них она и хуже. Они, типа, плохо написали. А ты слушаешь, там, блин, люди старались. Качество высокое. Смысла много. Клипы есть и все и прочее. Но просмотров нет. Еще есть такой момент, типа, соотношение лайков и дизлайков, комментариев. Типа, счетчик, там, миллиард. Комментариев одна тысяча. Или лайков, там, блин, дизлайков, там, не знаю, сорок тысяч. Ой, нет, даже пять тысяч. А лайков сто. А просмотров миллиард. Ты думаешь, ну, вот, во-первых, оценки плохие. Как, ну, плохие оценки, значит, люди не захотят переслушать дважды. Вот. И, значит, это все счетчик не настоящий, нахрен. И потом, когда этот счетчик вроде миллиард, и смотришь дальше, он двигается еле-еле. Три тысяч просмотров в день максимум. То есть, ну, это вообще... И еще один момент вспомнил. Раз уж я начал на эту тему говорить. Я понимаю, что это все заезженная тема, все, уже одно и то же повторяюсь. Ну, мало ли просто, как бы... Если кто-то, блин, до сих пор, типа, ну, не задумывался об этом, то вы задумаетесь. Короче. Можно легко посчитать, сколько реально просмотров, сколько реально людей уважает человека, слушает и прочее. Значит, вот, сейчас даже на калькуляторе посчитаю. Вот есть у нас, ну, точнее, мы видим ролик на YouTube. И у него 50 миллионов просмотров. А вот, 50 миллионов. И слушают, послушали этот трек, ну, 50 миллионов раз за два месяца. Ну, то есть, ну, не сразу там, блин, в один день 50 миллионов просмотров, а так постепенно, по чуть-чуть. Вот, это и кажется. Ну, 50 миллионов просмотров, наверное, там, почти, блин, полстраны знает этого человека, уважает, слушает, там, лайки, комментарии и прочее. Ну, дело в том, что эти 50 миллионов просмотров могут быть либо накручены, либо реальные, но какие? То есть, объясняю. Один человек за два месяца послушал трек этот более 50 раз. Ну, то есть, 50 раз, это, ну, так, знаете, типа, я в среднем говорю, ну, два месяца 50 раз. Это получается, не, давайте лучше 60. Вот, 60 прослушиваний на протяжении двух месяцев. Каждый день по одному разу он слушал. Один человек заходил на YouTube и вот так вот, допустим, слушал по одному разу. Достаточно. Вот, делим 50 миллионов на 60. И получаем, что 833 тысячи, там, 333 человека, ну, типа, фанаты, да, такие прям, там, они заходили и раз в день слушали. Ну, по стране, там, в каждом городе, города-миллионник есть, да, и вот, там, в одном городе чуть послушали, там, не знаю, 10 тысяч послушали, в другом, там, 20 тысяч, в третьем. И в итоге этого человека, ну, прям, знают, уважают, то есть он популярен на сколько процентов. То есть он 800, ну, тысяч, вот так вот, вот примерно знает. остальные о нем понятия не имеют. Ну, типа, кто это такой? Ну, типа, ну, да, им там миллиарды какие-то, но 800 тысяч, это не так уж много. А если, мы сделаем как? Не по одному разу люди слушали, а по... Ой, точнее, ну, то есть в день не по одному разу слушали, а, не знаю, по пять раз. То есть один школьник пять раз в день слушает, и он прям, он только, он фанатеет. Он, день начинается, у него в плеере всегда в день, он просто, ему нравится очень там бас какой-нибудь и прочее. Он пять раз минимум слушает в день. Может, один раз утром, один раз вечером, один раз там днем, и там перед сном, еще где-то там, то есть пять раз, пять раз на протяжении двух месяцев. Давайте так посчитаем. Пять раз умножаем на 60, 300, ну, 50 миллионов, делим на 300. Получаем, ну, 166 тысяч, 666, ну, короче, пусть будет 150 тысяч. То есть, смотрите, 150 тысяч верных зрителей, которые просто, блин, помешаны на человеке, уважают его, типа, как, типа, на вид он им нравится, короче, внешность хорошая, голос, тексты, клипы, там, какие-то деньги, популярность в выходке, 150 тысяч человек, следят ежедневно, смотрят, значит, его сторис в инстаграм и прочее. И эти 150 тысяч школьников, которые не платежеспособны, но у них есть интернет, и они видят рекламу, они на нее даже не нажимают, но просто на везде есть, там, на ютюбе, как-то монетизируется, даже без подписки слушают, но 150 тысяч школьников увидели рекламу, то есть люди вкладываются в рекламу своего бренда, а этот бренд везде, там, на человеке, значит, упоминание в песнях, упоминание в видео и прочее, вроде упоминания, да, есть узнаваемость, типа, как бы, на слуху, типа, много, много людей увидит, там, твои какие-то продукты, не знаю, крем какой-нибудь, или там, еда какая-нибудь, типа, реклама, то есть блогер, а тебе говорит о твоем сервисе, там, доставка еды, или еще что-то, но, какой, какая выгода этому сервису будет, если сервис рекламируется не на 50 миллионов, а на 150 тысяч школьников, да, реклама, как бы, ну, вроде, не плакала, но в 150 тысяч тоже немного, но, эти 150 тысяч могут жить не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а где-то там, блин, в провинции, то есть, провинциалы, у которых нет вкуса, делают рейтинги, слушая, ну, то есть, они как зомбируются, слушают, блин, на повторе, заходят, обновляют страницу, слушают, вот так вот, типа, им нравится, нравится, всего лишь 150 тысяч, в стране, где там 140 миллионов, они слушают, и, вот так вот, и друзей своих подсаживают, вот, и, как бы, бренды думают, блин, ну, типа, давай его, этого блогера, типа, закажем рекламу, типа, это будет профит огромный, но, они видят, что, ну, вроде продаж нет, ну, наверное, типа, людям не понравилось, ну, хоть кто-то купил, на самом деле, продаж был бы больше, если бы реальная цифра была больше, если бы реально смотрели этого человека, то есть, у блогера, у которого, не знаю, миллион просмотров, настоящих у людей, именно прям, не школьников, ну, платежеспособных, всего лишь миллион, но у него заказать рекламу, выгодно, потому что этот миллион реальных людей, взрослых, увидит эту рекламу, и реально сделает заказов, там, 100 тысяч, из миллиона 100 тысяч, сделают заказы взрослых людей, у блогера, у которого мало просмотров, всего лишь миллион, 100 тысяч подписчиков, миллион просмотров, и за 2 миллиона 100 тысяч сделают заказы того, о чем сказал блогер в своем видео. Этого блогера попросили там, какая-то, не знаю, кофейня, не знаю, пусть будет, или еще что-то. Вот. И реклама у этого блогера была недорогая. У него миллион просмотров, ну, допустим, 300 долларов в класс. У блогера, у другого, у музыканта, еще у кого-то, на счетчике 50 миллионов, подписчиков 5 миллионов, он рекламирует в своем ролике, тоже там, не знаю, какую-нибудь зубную пасту. Эту зубную пасту не купили даже 10 тысяч человек. То есть заказов не было вообще. Можно сказать, да, это дело, короче, в этом, в продукте. Вот там кофе, тут зубная паста, конечно, там вот кофе 100 тысяч купили, а вот зубную пасту никто не станет покупать. Меняем местами просто зубную пасту и кофе. И у блогера, у которого миллион просмотров и платежеспособная аудитория, покупают эту зубную пасту 100 тысяч раз. А кофе у того блогера, у которого 50 миллионов просмотров, не покупают даже 10 тысяч раз. Хотя, типа, 50 тысяч, 50 миллионов просмотров у него, и якобы аудитория, ну, я уже объяснил как, типа, 150 тысяч зрителей, реальных, типа, школьников, без денег. Вот. То есть, блин, ну это вообще, ну, поэтому не стоит волноваться, что водка и там нет популярности, еще что-то. Нужен мне счетчик. Я не буду никого заставлять, там, что-то стараться, доказывать, что я, типа, вот, нужно прямо написать хит, чтобы это стало вирусным, типа, вирусный ролик. Нет, я, если мне нужен просто счетчик, я просто зарабатываю деньги в каком-то другом месте, потом снимаю ролик, в котором я уверен, типа, я уверен в себе, я знаю, что этот ролик наберет. Все, я снимаю, говорю, что хочу. Короткий или длинный, не важно. Я просто это делаю, выкладываю в интернет, накручиваю, и у меня просмотров не меньше, чем у остальных. Да, меня может, типа, ну, типа, нереальные зрители, как бы вообще, типа, никто не знает, но счетчик факта есть того, что вот, смотри. А потом, как бы, посмотрим. И у кого какая цель, у кого-то цель, там, заказы, у кого-то цель просто о себе заявить, свое лицо, типа, показать, вот. Но я уже говорю, объяснил, что, блин, единственный плюс, вот с этих 50 миллионов просмотров, что школьники смотрят, но они как бы ничего не покупают, ну, а реклама крутится, лавыха мутится. То есть реклама, ну, то есть смотрите, как этот человек, бизнесмен запускает рекламу своего продукта, выбирает пять блогеров, выбирает блогер, у которого аудитория взрослая, у кого аудитория, блин, школьников. Ну, он сам на самом деле не знает, он просто выбирает те, кто популярный. Я просто вам объясняю, так что вот этот блогер, у него стопудово, типа, взрослая аудитория, у этого все малые, короче, маленькие дети, он платит деньги и тому, и тому, а там как получится. И он ждет, и он видит, что люди приходят, и он думает, что, типа, приходит благодаря, допустим, блогеру, у которого детский контент. Но на самом деле от него никто не приходит. Приходят все от блогера, где взрослая аудитория, но все это вперемешку, он не успевает понять, что, откуда, кто пришел. Ну, или потом начинает понимать, когда уже деньги потрачены. То есть он вложил в пять разных блогеров и понял, что вот с этого идет выхлоп, а с этих нет. Ну, и все, эти пошли нахрен. И блогер, который с детским контентом, он и живет за счет этих, типа, тупых бизнесменов, которые, типа, вкладывают деньги куда попало, как повезет, типа, ну, блин, для первого раза хватит, ничего страшного, ну, потеряю там 500 долларов, ну, и хрен с ними, в следующий раз не буду их тратить. Один так потратил, все, понял, ушел. Второй раз бизнесмен приходит, так, давай попробуем вот это вот, этому блогеру. И этому блогеру просто деньги дают, просто так, можно сказать, потому что с него выхлопа никакого, но он, типа, на хайпе, типа, его аудитория, ну, ему отдают, этому блогеру детскому. И бизнесмены, которые, ну, типа, ну, думают, ну, блин, ну, ничего страшного, типа, это копейки для меня, 500 долларов туда отправлю, хрен с ним. И школьники, которые неплатежеспособные, блин, сейчас, как я правильно хочу сформулировать, бизнесмен отдает деньги блогеру напрямую, типа, чтобы блогер сказал о нем на своем детском канале. И еще запускает рекламу, которая всплывет на видео, даже если блогера не опросить. Ну, типа, она сама всплывет автоматически, потому что, ну, типа, так работает сайт. Вот. И с этой рекламы бизнесмен не получит клиентов. С именно автоматически всплывающей вот этой таргетированной, вот эти вот, значит, рекламные паузы и прочие баннеры бизнесмен ничего не получит. Да, они всплывут на этом детском канале, конечно. Но он зря деньги потратит, потому что смотрят школьники. А блогеру с этого хорошо, конечно же, потому что, неважно, школьник или не школьник, лавеха мутится. Да, пусть там реклама может и подешевле. То есть, допустим, с 50 миллионов просмотров может быть и такое, что заплатят, блин, за миллион всего лишь 100 долларов. Ну, 100 долларов получается за миллион, за 5 миллионов 500, за 55 тысяч, 5 тысяч долларов, за такой огромный трафик. Ну, потому что детский контент. А могло бы быть, не знаю, там, 15 тысяч или даже 150, если бы это была американская аудитория. То есть, нужно сразу, блин, решать, для какой аудитории ты будешь делать, что ты будешь делать. И раскручивать себя правильным способом. Не нужно на канал привлекать, блин, лишних людей. Не нужно. Которые будут писать в чате чушь. И только мешать, только, блин, придется блокировать их. Вот. И поэтому и что можно заметить? Что вот есть какой-то блогер, у него мало просмотров, но он почему-то богатый, на тачке есть. Ему даже, ну, трудно поверить в то, что он реально, типа, зарабатывает. Да потому что у него аудитория-то, блин, взрослая. Иммотизация дороже. И язык английский. Контент, типа, на английском языке. А этот детский блогер, думаешь, блин, вот у него просмотров больше, значит, он больше зарабатывает. Ни хрена. Он, может быть, больше тратит. Он вкладывает в себя, в свой имидж, в этот шмот. Он, блин, прибыли вообще не видит. Он вкладывает только в себя, в себя, в себя, чтобы потом, блин, как-то это перевести весь этот трафик. Или аудитория вырастет, станет платежеспособной и начнет уже, типа, ну, и продолжит его смотреть. Но она может вырастить и вырасти, поумнеть и уйти, и все, как бы, к более взрослым каким-то блогерам. Или, этот, мода эта закончилась. Да и вообще, это изначально, типа, если это смотрят, это ведь, как бы, сразу, ну, я объяснил. Короче, детей в стране может тупых и не быть. Но вот эти вот 150 тысяч, которые фанатеют, которые слушают, блин, по 50 раз, которые вот этот миллиардные там просмотры реально наслушали, это означает то, что просто, ну, есть в стране какие-то тупые. Вот. А остальные, как бы, они о нем и не знают, о этом блогере. Вот. А если накрутка, ну, тогда вообще, можно сказать, вообще нет в стране тупых. Потому что накрученные, это значит, что никто не слушает. Но нужно накрутить. Потому что есть задача, есть цель. Вот. Хочу просмотры. Вот. А реально, я говорю, ну, просто аудитория интернета активная, которая прям за всем следит, на всех подписанная, которая успевает все смотреть. Она маленькая. Каналов столько, что аудитория разбежалась по разным, блин, дорогам. Так, одни пошли того блогера смотреть всегда, одни пошли другого. Они уже не успевают смотреть всех, потому что стримы идут одновременно. Ролики выходят одновременно. Они там, не знаю, работают, еще что-то. Они заняты. Слишком, ну, не хватает времени. Это нужно тогда не спать, это смотреть всех вообще там. Плюс кто-то смотрит еще какие-то западные ролики. Кто-то смотрит просто кино вообще. Ну, то есть не YouTube, а именно фильмы, сериалы, не на YouTube. То есть они там, они как... То есть все уже, ну, и нет ничего в этом такого. Кто вот что-то вякает, допустим, а, ты не популярен, у тебя мало просмотров. Они не понимают, что у всех мало просмотров. Просто кому-то делать нехрен. Они хотят, типа, ну, себя порадовать. Вот у меня там на клипе 5 миллионов. Есть клипы, там миллион, там 3 миллиона. Я вам включу, если этот ролик. Вы, блин... Вас это просто взбесит так, что это вообще, блин... Ну, что вы... Ну, вам не понравится, короче. Ну, и что? Тут объективно любой человек... Включи ему этот клип, это с этим треком, который вот... Там где 3 миллиона просмотров. Он скажет, блин, я бы никогда это второй раз слушать не стал. Я это даже смотреть бы не стал. А если бы, ну, типа, никогда бы не нажал. Ну, типа, настолько это ужасно. Но! А счетчик-то есть. Как же так? Кто-то ведь, значит, нажал. Да потому что, блин... Ну, кто-то пытается скрыть свои, допустим, у него какие-то высокие доходы или что-то он там ворует и прочее. Типа, откуда деньги? Он накручивает себе на ворованные деньги просмотры. В интернете делает из себя какую-то личность. Типа, да вот я с монетизацией. С какой монетизацией ты деньги, наоборот, вложил? Деньги из офлайн перенес в онлайн, чтобы скрыть. Ну, там, или от налоговой, или еще что-то, короче, как-то скрыться. Типа, да вот, мне там жертвуют деньги, допустим. Типа, какой-то топовый донатер приходит, короче, и ко мне на стрим, и донатит. Я на этом и живу. Вот так вот, типа. Это все иллюзия. Блин, это такая, как вот смотришь кино, просто там сценарий, да, там все так идеально. Все идеальные диалоги, идеальная жизнь. Типа, все вообще. Или там фильм для взрослых. Вот там люди, актеры изображают то, что у них там любовь какая-то. Типа, им нравится там все. Или кто-то ест еду, или что-то в рекламе снимается. Типа, эта еда ему нравится. Он никогда ее в жизни, блин, не ел. Рекламирует смартфон, вот удобно, никогда им не пользуется, блин. То есть, вот это и все, и мы в таком мире живем. И люди, которые не разбираются, которые просто, блин, у них пустота в башке, они видят, что у человека там просмотров нет. И все, и на него клеймо вешают. Вот он дурак, он какую-то фигню снимает. Да, блин, ты бы эту фигню целыми днями смотрел бы вообще, значит, если бы на счетчике было больше просмотров. Вот. То есть, тебя бы это не смутило, то, что, типа, раньше, вот, человек говорил о блогере плохо, а потом этого блогера начали смотреть, и вдруг он тоже начал его смотреть, какой-то человек. Хотя он говорил, что этот блогер, типа, фигня, фигню делает. А теперь этот зритель решает, каждый день смотрит, и там в чате пишет. И думаешь, блин, а что же ты, где же ты раньше был, почему? А я же, типа, тогда снимал то же самое, что и сейчас. Но сейчас тебе это, типа, понравилось. А, да я был неправдой, я рассмотрел, да сейчас-то я понял, что круто. Да ничего ты не рассмотрел, ты просто следуешь за стадом. Вот стадо побежит. Типа, значит, стадо не может ошибаться. Типа, значит, там что-то важное, нужно это смотреть. И ты просто какого-то блогера смотришь, такой реально может быть, ну, кто там накручивает, тратишь на него время, думаешь, что он что-то полезное рассказывает, а он просто твое время тратит. И ты просто, блин, годы тратишь каждый день на просмотр его трансляций. Он несет полную чушь. Но ты просто, блин, вместо того, чтобы делами заниматься, он твое время украл, можно сказать. Он тебя, блин, зомбировал. Зомбировал. Вот. И то есть пока одни люди смотрят контент клевый какой-то, качественный, познавательный, ну, вкусный контент, блин, то ты тратишь время вот на это вот фуфло. Вот. Ну, короче, я думаю, нормально рассказал так, что... Ну, чтобы люди вот не удивлялись этим счетчиком, какой-то миллиард там, фигня, это полный миллиард, блин. Мне не нужен этот миллиард. Если этот миллиард не монетизируется, тем более, если и клиент, точнее, этот рекламодатель не получает с этих просмотров, с кликов по рекламе во время просмотра заказов, то ни мне не выгодно, ни ему. Потому что я с монетизацией получу мало, он заказов не получит. Я даже если скажу в его ролике, в своем ролике, о его товаре, или мне даже кто-то попросит, толку никакого. То есть, блин, это просто типа... Поэтому делать надо что-то такое, что оно просто, ну, как бы идет от души. Вот нам нравится, допустим, просто стримить, как бы, ну, типа, делать что-то нравится, допустим. И вот, ну, это как говорится, я, допустим, готовлю просто какое-то блюдо на протяжении часа и запускаю трансляцию, и типа приятное с полезным сочетаю. Во время готовки все равно я занят, ну, и чтобы как бы не просто готовить и тратить время на это. Я еще там веду стрим, или я там на фоне смотрю какой-то ролик. Вот. Так и здесь. И поэтому весь контент, который вот люди делают, значит, ну, им просто нетрудно его сделать. Вот они его и делают. Ничего такого. То есть, кто-то даже спит, а прямая трансляция идет. Тоже, мало ли там, зрители придут, что-то, не знаю, пожертвуют денег. Кто-то, говорю, готовит, тоже стримит, общается. Чисто для развлечения. Кто-то, не знаю, блин, бежит и слушает музыку, чтобы не просто бежать, а еще одновременно слушать музыку. Кто-то, не знаю, читают книгу и одновременно еще что-то делает. Только я вот, ну, я пытаюсь просто подобрать, что там еще можно делать, чтобы удобно было. Допустим, что-то стрим начинает подтормаживать странно. Так. Ну, короче, надо уже сейчас заканчивать. Ну, я уже все сказал. Ну, или типа работаешь на какой-то работе, а там свободное время у тебя есть, как бы, ну, ты там, допустим, один, к примеру, на работе. Ну, и ты пока никого нет на работе, никаких клиентов, читаешь книгу. Тоже, как бы, вроде и работаешь, деньги зарабатываешь, читаешь книгу, ну, и учишься одновременно. А то бы ты, допустим, дома сидел, учился, денег это не приносило бы, ну, потому что во время учебы, как ты, ты же учишься как раз для того, чтобы потом только начать работать. Вот. Ты бы учился, денег ничего не приносило бы, и ты бы думал, что тратишь время впустую. А тут ты работаешь и учишься, и даже если ты учишься и что-то не получится, то ничего страшного, ты же в это время зарабатывал, ты делал два время, два дела одновременно. Вот. Так что я говорю, вот сейчас я на стриме, кстати, на смартфоне запустил программу и, ну, приложение, и эти, как сказать, как сказать правильно, ну, выполнял задания на смартфоне, в приложении по английскому языку. Типа как? Ну, типа тест, все такое, ну, и все такое. Ну, то есть, во время стрима я и постримил, и позанимался. Вот. А еще музыку я включал, еще музыка играла. То есть, сразу, блин, три дела одновременно. Стримлю, слушаю музыку и прохожу, отвечаю на вопросы, там, типа, как там правильно сказать, блин, ну, типа урок, и здесь, сейчас, в приложении получается, ну, как бы, уровни. Ты от одного уровня к другому переходишь, там, труднее и труднее, и вот так, короче, тренировка такая. Вот здесь, вот, ну, еще я заодно протестировал саму еще раз оборудование, программу, интернет, что все, типа, хорошо работает, что можно стримить, можно даже играть во время прямой трансляции в игру и, ну, типа, на экране будет все видно. Ну, как-то так. Короче, ну, я вот заметил, что я сам читаю какие-то книги или там, какие-то видео смотрю, каналы, да, музыку слушаю, у которых, у этих песен нет просмотров, нет прослушиваний, нет популярности, ничего. Ну, то есть, ну, мне нравится, я слышу, что все круто, я разбираюсь просто. Я слышал и музыку, которая в трендах, слушал музыку и старую, и какую-то среднюю музыку, блин, и все такое. Разные фильмы, разные качества видел, разную картинку, разное содержание, все видел и как-то, ну, ну, выработался у меня вкус, теперь я знаю, что мне надо. вот, и меня это устраивает. И, как бы, если уж каких-то прям людей, которые, ну, реально образованные, реально, типа, красивые, если у них даже там, блин, просмотров мало, то, значит, это норма. Значит, тысячи зрителей на стриме, или даже там, 50, это нормально, 20 тысяч просмотров, это нормально, там, 5000 подписчиков, это нормально, то есть, зарабатывать, типа, какую-то там сумму, там, не знаю, 500 долларов в месяц, это нормально, не обязательно, типа, там, хотеть миллиарды, типа, хочу все, хочу все вообще, чтобы все знали меня, все уважали, что-то доказывать. Нет, каждому человеку, ну, то есть, значит, когда большинство быдло, то тебе тоже нужно быть быдлом, ну, типа, от рождения, можно сказать, ты должен быть, из провинциального города и прочее, или наоборот, типа, ну, то есть, быдло, любит оно, кого? И бедных людей, таких же, как и они, которые поднялись, и они вот следят за жизнью вот этого быдла, вот эти все, типа, привычки, в реальном времени, на большую аудиторию, им нравится за этим наблюдать, типа, классно, типа, человек делает то же, что и я, типа, это нормально, вон, типа, как бы, и это смотрят. И наоборот, есть такие люди, которые, ну, богатые, которые совсем не быдло, и, но быдло за ними следит, что вот они, как они живут, типа, блин, вот я так не смогу жить, вот хоть посмотрю. То есть, получается, следят за тем, кто был не кем, как они, и с кем-то стал, и следят за тем, кем они никогда не смогут стать, за каким-то человеком, который, ну, просто недосягаемым, никто с ним не сможет пообщаться, как бы, он далеко. Вот, то есть, что-то среднего не дано. Просто человек, вроде как, и не быдло, и не богат, и вроде не тупо, не умен, а так, типа, средний вариант какой-то. Нет, такой не устраивает. Либо трэш, либо прям, короче, там, образованный человек, интеллигентный какой-то, либо так, либо никак. Либо искусство, либо там, ну, хотя, я не знаю, как, какой еще пример-то привести. Ну, короче, все это, все, что я перечислил, если оно, как бы, его нет, то его и нет. Это нельзя выработать. Можно прикидываться, типа, играть роль, опять же, с чьей-то помощью, там, с подсказками, потому что, ну, быдло может подсказывать человек, который не быдло, как надо делать, и все это на камеру снимать, типа, давай вот сделай так, сделай это, и это сейчас наберет просмотр, я знаю, типа, я сам не хочу сниматься, не хочу полиции, давай, типа, ты это сделаешь, типа того, вот, типа, такой проект. Вот, и, ну, я, к сожалению, блин, не отношусь, получается, ни к какой-то там, элите, чтобы на меня смотрели, восхищались, там, внешностью, и не отношусь к быдлу, я там, не это, не сидел в тюрьме, и прочее, типа, такое, и, меня не интересуют какие-то вещи, ну, типа, традиции, там, какие-то нормы, именно быдло. Меня, в принципе, никакие, ничто не интересует, то есть, я не отношусь ни к богатым, ни к бедным, я, типа, вообще ни к чему не отношусь, то есть, у меня нет каких-то причуд, значит, бедных людей, бедного человека, или там, богатого, типа, вот, я хочу жить дорого-богато, там, тачку себе хочу, там, все самое лучшее, одежда самая, какая-то брендовая, или там, ой, я, типа, бедный, я, значит, буду носить одежду, бедного человека, и интересоваться тем же, чем интересуется бедный, жить, ну, такой жизнью, нет, я не живу такую жизнью, то есть, там, если перечислять какие-то привычки, ну, что там, там, должна быть какая-то отечественная, отечественный автомобиль, жена, там, ребенок, какая-то определенная одежда, что-то еще там должна быть, не знаю, удочка должна быть, блин, нужно куда-то ходить, в определенный день, нужно какие-то определенные темы говорить, тем-то интересоваться, там, не знаю, с футболом, каким-нибудь спортом, или там, музыку определенную слушать, как-то, ну, типа, обсуждать что-то, там, говорить, какие-то шоу смотреть, и сериалы, там, вот, у меня такого нет, и вообще, вообще это не делаю, не живу такую жизнью, ну, так и богатой жизнью я не живу, типа, там, вот, картины, восхищаюсь картинами, восхищаюсь, там, яхтами, восхищаюсь, там, брендовыми шмотками, нет такого, не такого, не такого, просто обычный человек, который, не мучает себя, он, как бы, человек, который, я человек, который не хочет ни от чего зависеть, типа, вот, мне нужен, там, блин, самая последняя модель смартфона, самый новый шмот, если, там, прошел год, и этот, нужно шмот менять срочно, нет, я могу, блин, пять лет носить одежду, там, штаны, или футболку, куртку, и ничего страшного, мне уже все равно, я не, я понимаю, что, какие-то, ну, то есть, это, нужно, допустим, этот смартфон, или одежда, для кого, чтобы привлечь внимание, каких-то определенных людей, я, наоборот, как бы, не хочу привлекать внимание, вот, я и смартфон не хочу, дорогущий, и шмот, и привлекать людей, которые ведутся, на это все, ну, типа, они смотрят, человек, там, у него есть деньги, значит, он там статус какой-то имеет, нет, то есть, я, ну, да, могу там постараться, и последнюю модель смартфона приобрести, но это не ради того, чтобы кого-то привлечь, а просто, потому что мне будет это необходимо, но пока что мне это не необходимо, вот, ну, как-то так вот, то есть, блин, блин, скорее всего, все, что происходило в моей жизни, не знаю, какие-то плохие поступки, какие-то дурацкие идеи, дурацкие мысли, это все ко мне пришло от людей, то есть, на тот момент, когда-то там, много лет назад, я там мог каких-то книг не читать, чего-то не знать, не слышать, и я делал то, что было перед моими глазами, там, смотришь телевизор, что там показывают, пытаешься копировать, в реальной жизни, что-то там, тебя окружают какие-то люди, ты, ты становишься, ну, типа, похож на них, и прочее, потом ты, типа, вырастаешь, отдаляешься от всего этого, отталкиваешься, перестаешь и смотреть то, что ты смотрел там, по этому телевизору, тебе вообще желание пропадает его смотреть, перестаешь общаться с людьми, забываешь, не то, что, нет, ты помнишь, что ты делал раньше, но у тебя, тебе больше не хочется этого делать, ты настолько много раз это все делал, занимался ты чепухой, что теперь, ну, как бы хватит, ну, сколько можно, уже неинтересно, хочется чего-то нового, если ты занимался всякой фигней, много лет назад, то она, в принципе, тебе и не вернется, то есть, ты уже максимум извлек, то есть, уже дальше некуда, ну, сколько можно, типа, ну, неинтересно, как бы, это, ну, и не по возрасту уже, как бы, вот, и впереди у тебя лучшее, новое, качественное, а люди, которые, наоборот, много лет назад, жили, были серьезными, ничего себе не позволяли, их учили, там, как-то не делать что-то, типа, не позориться, и прочее, они жили, жили, такой вот жизнью серьезно, все как, ну, типа, и потом они вырастают, и понимают, что, ну, теперь-то можно делать что угодно, и они забывают всю вот эту серьезность, и на нее наслаивается вот этот бред, вот эти вот дурацкие поступки, дурацкие интересы, какие-то сериалы, то есть тогда они не смотрели их, теперь они так, что-то, ой, что-то я не смотрел, надо посмотреть, то есть для них это кажется новым, и они в это, короче, влезают, и все, и как бы во взрослом состоянии влезли, и уже от этого никуда не деться, это тебе уже, как бы, и всю жизнь, да, так дальше живешь, то есть, это, как сказать, они были, там, в молодом возрасте белого цвета, потом выросли, испачкались в черный, и все, теперь не отмоешься, теперь будешь всю жизнь до конца своих дней идиотом, ну, то есть, когда был белым, не делал какие-то дурацкие поступки, там, не курил, не пил, не употреблял наркотики, вырос, испачкался, все, теперь так и будешь употреблять, то есть, ты не слезешь, вот, а кто, ну, вроде как, употреблял в самом начале, что-то там, как-то, не знаю, обжигался, наступал на грабли, не знаю, там, сломал там палец, не знаю, какой-нибудь, ну, что-то, короче, какие-то происшествия были, не знаю, там, подрался, был виноват, получил, понял, что так делать не надо, на всю жизнь запомнил, все, вырос, как бы, успокоился, а тот, кто никогда не получал, он вырастает и понимает, что тогда не получал, и сейчас не будет получать, и он продолжает жить дебильной жизнью, ну, то есть, это уже другой случай, третий, когда человек, типа, получается, ну, там, был черным, получается, остался черным, ну, я имею в виду, как, знаешь, инь-ян, типа, добро, зло, а не то, что вы там, могли себе подумать, мало ли там, вот, то есть, получается, ну, примерно, вы поняли, короче, кто-то, он бывает в молодом возрасте достаточно, типа, умен, и отличает, типа, ну, понял, что, типа, вот это там, дерьмо, на это не стоит тратить время, и вырастает, и продолжает, типа, придерживаться этих правил, типа, вот, я не смотрел в молодом возрасте сериала, я вырос, я их не смотрю, они мне не нужны, я в этом не нуждаюсь, я не нуждаюсь в наркотиках, в сигаретах, в алкоголе, мне и без этого весело, а кто изначально был, типа, в плохих условиях, с наркотиками, с алкоголем, он вырастает, он по-другому жить не знает, как вообще, то есть, уже, как бы, не отмыться, так и здесь, ну, типа, ты элитный, ты понимаешь, ну, типа, и ты не скатываешься, а если ты больной, ну, типа, там, легко внушаемый, то тебя люди вокруг разводят, ты им веришь, не можешь отличить, типа, беса от здорового человека, ну, там, ангела от беса не можешь отличить, в таком духе, тебя люди окружают, и ты вот ведешься, и, ну, они тебе, конечно, говорят, что, типа, они тебе добра желают, но ты наивен, если ты поверил каким-то чертям, вот, в таком духе, ну, короче, ну, я думаю, не нужно ни о чем жалеть, в принципе, вот человек живет, что ему жалеть, это как бы опыт, но, блин, жалеть можно о том, что кто-то ему, ну, типа, блин, вот, человек может жалеть, я, я жалею, что кто-то в каком, в каком-то году что-то там не подсказал, потому что, ну, например, если взять ту же музыку, если бы у меня в окружении были какие-то музыканты, именно, которые, ну, разбираются, не то, что просто играет, или человек, или поет, а просто вот разбирается в том, как вообще, там, электронная музыка делается, то достаточно, там, пересечься с человеком случайно, поговорить с ним всего лишь один час, поздавать вопросы насчет того, что вот там, насчет, ну, производства музыки, и если человек нормальный, не тварь какая-то, он тебе за час все объяснит простым языком, ну, и ты это оценишь, пойдешь делать свои дела, у тебя все получится, и ты потом ему заплатишь денег, типа, скажешь, братан, это все благодаря тебе, ты мне вот просто подсказал, ты не стал вот это ломаться, типа того, ой, да нет, я не буду рассказывать, да я не знаю, вот, типа, ты не хочешь ни с кем делиться, все держишь в себе, а потом ты, типа, умираешь, и все, и никто не узнал, как и что делать, наоборот, ты подсказал бы, хотя бы простыми словами, от этого тебе не хуже будет, ну, то есть, у тебя никто хлеб не отберет, вот в чем суть, а люди, вот, живут такой вот, типа, они, то есть, ни себе, ни другим, то есть, они знают что-то, но они этим не пользуются, и другим не рассказывают, и вот так вот, и ты, короче, живешь, тратишь там, не знаю, 8 лет, и только потом понимаешь, как надо было делать, а уже поздно, уже хайп прошел, типа, уже другие преуспели, заработали, а тебе уже, как бы, нет смысла этим заниматься, и самый, и прикол в том, что сейчас, когда уже нет смысла заниматься, даже сейчас, никто не рассказывает, как надо делать, ну, то есть, ты, вроде, как бы, сам додумался, а, как бы, спрашиваешь у других, или что-то еще, ну, они до сих пор, как бы, молчат, еще молчат, то есть, за 8 лет, уже можно было бы, сто раз понять, что, как бы, эта информация, но она, ну, ничего не будет, если ты о ней расскажешь, там, ну, тебе могут просто не поверить, типа, думать, вот, человек взял, рассказал, как и что надо делать, как, не знаю, там, инвестировать деньги, да как так, да это нереально, типа, он врет, наверное, а он еще, он уже свое заработал, ему уже все равно, он просто выкладывает в интернет, а там найдет, там, не знаю, пять людей, этот ролик, ну, вот эти пять людей обогатятся, остальные, они не будут искать, они будут смотреть тренды, вот это всякое говно, а там вот человек просто ролик выложил, у него на канале вообще там ноль подписчиков, ничего, просто ролик 200 просмотров, он там такие вещи сказал, там, на десятой минуте, что все люди, которые этот ролик нашли, пока этот ролик не удалили, а то мало ли, потом заблокируют еще что-то, он там какие-то секреты рассказал, просто так выложил, на свою страницу скинул, у него кто в друзьях был, они посмотрели, они обогатились, потом этот ролик пропал, а сейчас канал там, не знаю, заблокировали, еще что-то случилось, но я говорю, кто успел, тот съел, то есть, не обязательно, а люди все привыкли смотреть, вот миллион просмотров, значит, там рассказывают, как деньги зарабатывать, там правильно тебе расскажут, как что-то сделать, а там такого не рассказывают, там несут чушь, ну ладно, все, что, я думаю, хватит, в другой день, там стрим запущу, или там запишу подкаст, и все, подписывайтесь на канал, все ссылки в описании, каналы там, ну, найдете все, включайте уведомления, проверяйте соцсети и другие, вот, там, какие-то свои пожелания можете написать в комментариях, или еще где-то, то есть, рассмотрю, значит, этот вопрос, возможно, отвечу, ну, то есть, это я так мало ли, кто-то в будущем будет в записи смотреть, мне важно, вот, но сегодня я стримил сразу на несколько площадок, вот, так что, все протестировал, все хорошо, спасибо за просмотр, все, всем пока, до свидания, а нет, давайте еще, там, не знаю, 4 минуты, до 2 часов, чтобы, 2 часа, ну, как раз уж 2 часа стрим, ну, ладно, что теперь, хотя нет, уже, наверное, 2, просто у меня немножко тут, типа, отстает, был пропуск кадров, 0,4%, процент, ну, это из-за того, что, типа, битрейт высокий, интернет может быть, ну, типа, а, через VPN просто идет, идет стрим, пропуск кадров в самом начале мог быть, сейчас, не знаю, специально через VPN решил постримить, типа, думал, мало ли там, типа, знаете, там, какой-то провинциальный IP-адрес, и вот, из-за него, короче, нет зрителей, нет, у меня адрес, вон, написано, Иркутск, пофиг вообще, никак не влияет, короче, конечно, поговорил ни о чем, я это прекрасно понимаю, мало ли кто-то будет смотреть записи, думать, блин, что ты, типа, рассказываешь, зачем это надо, я прекрасно понимаю, что, типа, ни о чем, просто стрим, так, болтовня на камеру, впустую, но, доли правды есть, доли пользы, вот, и я просто, ну, говорю факты, ну, реально, есть такие, блин, ну, блогеры, которые, ну, там, цитируют великих людей, образованные, значит, записывают ролики в хорошем качестве, у них нет просмотров, но, смотря их, ты много мучаешься, ты становишься умнее, как-то увереннее в себе, ты понимаешь, что есть другие люди, а большинство блогеров, которые вот нам в топе, они как будто одинаковые, они одно и то же говорят, одинаково выглядят, одни и те же шутки, фальшивые улыбки, и вот это вот смотришь, ты понимаешь, блин, вот, я бы не хотел бы в реальной жизни с такими людьми общаться, просто там их видеть, работать и прочее, но просто, как будто, типа, других людей не существует, вот эти вот только есть и все, они, как бы, портят представление о мире вообще, то есть видишь перед собой только плохих людей и считаешь, что весь мир такой, что в других странах, в других городах точно такие же, ничего, нет смысла, типа, переезжать, типа, если здесь такое вот общение дебильное, там, с матом, какие-то тупые темы, значит, и везде такое, значит, другие темы, они неактуальны, а они еще как актуальны, просто вы об этом не знаете, вам сказали, вы поверили, или вы настолько примитивны, настолько отсталы, дефектны и родились, что вы, как там, помните, ну, вам этого не понять, настолько вы, типа, значит, настолько у вас сильны какие-то отклонения, что просто, ну, функция эта не работает, критически мыслить не умеете, отличать не умеете, думаете, что вы делаете все правильно, под соусом, там, не знаю, религии, или политики, или страха, или моды, ну, короче, просто вот, ну, стыдно, стыдно, короче, жить рядом с такими людьми, и чем люди становятся старше, тем они хуже, то есть, если они раньше делали плохие поступки, то со временем, потом, с возрастом, они начнут еще больше делать плохих поступков, то есть, они войдут во вкус, ну, если вовремя не исленять, то будет плохо, то будет плохо, вот, теперь точно все, ладно, все, до свидания, короче, провел такой вот стрим, запись, короче, ну, надо скачать этот стрим, загрузить на запасной канал, пусть там будет, мало ли что, вот, и, ну, короче, не знаю, что еще сказать, у меня просто все, не было изготовлено никаких тем, вообще, ну, и, как бы, я уже, пока я, да мне пока нечего сказать, ну, реально, ну, не в плане то, что я туп, а просто, типа, ну, не хочу я ничего говорить, то есть, пока я, пока ничего не беспокоит, вот, я там увижу какую-то новость, или какой-то, может быть, фильм посмотрю, или еще что-то, там, книжку прочитаю, я обязательно запишу ролик, подкаст, расскажу, ну, поделюсь впечатлениями своими, так скажем, вот, ну, я, я недавно, кстати, прочитал до конца книжку одну, которую, блин, долго не мог никогда читать, сделал скриншот, и хотел в, сообщество, в паблик ВКонтакте, загрузить, там, ну, просто много скриншотов, я бы думал, блин, много текста, ну, типа, надо, не надо, ну, типа, ну, сам-то я все понял, примерно, как бы, я и догадывался, и там это подтверждение есть, и, ну, книга понравилась, но это тема отдельного ролика, отдельного подкаста, так скажем, и, ну, пока не приспичило еще, и еще надо кое-что прочитать, еще досмотреть, там, уроки какие-то посмотреть, как я уже говорил, там, в подкастах своих, когда записывал еще, блин, в двадцатом году, что, когда будут изменения, тогда и выйдет ролик, и выйдет там на пять часов, потому что столько всего накопится, рассказать так, я уже даже предполагаю, как будет, закончу изучение английского, попрактикуюсь, запишу ролик, о том, что я все выучил, продемонстрирую, как это вообще работает, звучит это все, типа, как я читаю, произношу слова на английском языке, все понимаю, ну, выучу программирование, покажу, как, типа, программирую, результаты вот такие, что умею, что могу, прочитаю, таки, какую-то книжку, автора какого-то, типа, если впечатлит, расскажу, значит, в чем этот автор крут, почему он крут, почему, типа, лучше, чем другие, и прочее, что-то сделаю, не знаю, ну, у меня вот на сайте, например, я иногда инструкции выкладываю, как и что там сделать, например, про это, что это, а, ну, допустим, это, как она была, ну, архив с музыкальными дорожками, с этим, ну, трек, по отдельности, каждая дорожка, каждый звук, то есть, идет 3 минуты, допустим, только голос, только, значит, барабаны, только бас, ну, и, то есть, он, значит, прикреплен, файл, можете его скачать, посмотреть, что там и как, то есть, ну, в таком духе, ну, или просто текстовая инструкция, типа, какие-то подсказки, например, что-то связанное с паянием, что-то связанное, ну, с ремонтом, с каким-то еще, в таком духе, то есть, что в жизни происходит, это все, как бы, накапливается, потом это все, я выдаю на камеру, просто я уже выдал, на 50 роликов, на много часов, что уже пока, нужно взять отдых, а стримы провожу, мало ли там, зрители придут, может, напишут, мол, там, давай это, давай то, как бы, или, может, донат прилетит какой-нибудь, вот, но пока я понимаю, ну, вот я протестировал, вот, я с таким качеством, с таким звуком, с таким содержанием, пока ничего не набрал, никаких там просмотров, там, лайков, ничего, значит, и другой человек, который, у него там хуже веб-камера, хуже звук, хуже там речь, и у него вообще шансов нет, не, ну, шанс есть, если есть деньги, есть связи, есть там, какие-то варианты вообще, значит, читерские, так скажем, но честным способом, нифига ничего не получится, ну, вот, просто, я говорю, люди сейчас так размножились, что, блин, население там уже, то было население 1 миллиард, потом там, блин, 2-3, вот так вот, и скоро, блин, не знаю, 8-10, нахрен, конечно, блин, тут уже ценность человека, она падает просто, типа, если раньше одного человека слушали, там, восхищались, музыкантом этим, или актером, то есть, сначала, блин, этих актеров, блин, выбирай любого, сегодня одним восхищаешься, завтра другим, вот так вот, по настроению, то есть, как бы, ну, вроде каждому найдется, каждому музыканту найдет своя аудитория, просто нужно время, блин, может, она и вообще не найдет, а может, найдет, но нужно все-таки делать все как-то, ну, не прям по инструкции, а как-то вот, ну, соответствовать жанру, допустим, если клип снимаешь, то там должны быть какие-то планы, какие-то, значит, какая-то должна быть контрастность, какая-то резкость, какая-то насыщенность, то есть, не перебарщивать, если там песня, какая-то должна быть определенная громкость, немножко должно оставаться пространство, не нужно прям, чтобы звук был максимум, чтобы прям вот вообще долбило, должен быть воздух какой-то, а то, блин, некоторые стремятся, чтобы что-то все долбило, разрывало, и, ну, а толку от этого никакого, вот, ну, то есть, это неправильно, это напрягает уши зрителя, слушателя, ему трудно два раза, три раза слушать, так что вот эта громкость, вы зря думаете, что это как-то влияет, лучше содержание, короче, над содержанием поработать, ох, ладно, все, я уже, блин, просто там, а то начну повторяться, начну там, блин, лишнего, короче, говорить, вот, я могу и лучше записывать ролики, я могу и хуже записывать, это зависит от времени суток, от дня, от того, сколько часов я поспал, что я ел, что я там читал, вот, иногда, блин, никак не могу собраться почитать, что-то какое-то сонное состояние, либо что-то плохо, ну, плохо поспал, и, блин, вот хочу почитать, и мне не трудно читать, я могу, блин, весь день прочитать, просто вот сесть и восемь часов читать, и ничего мне там не будет болеть, голова, ничего там от этого, то есть, я буду все, ну, запоминать, вникать, а бывает такое, что просто читаешь, ну, в какой-то день плохо себя чувствуешь, и читаешь, и, ну, плохо, короче, плохо вникаешь, вот, приходится откладывать, вот, и тем более, блин, просто немного поднадоело читать просто так, типа, как бы, для развлечения, хочется читать, чтобы от этого был какой-то, ну, чтобы это потом принесло деньги, чтобы, какие-то способы заработка, ну, прочее, а, говорю, блин, там так, с одной стороны пишут все понятным языком, а с другой стороны, блин, это, ага, шансы есть у каждого, я говорю, каждый может, блин, преуспеть в чем-то, просто нужно не забивать, нужно, блин, хотя бы иногда, но, ну, как знаете, держаться на плаву надо, но не скатываться, не опускать руки, что-то с интернетом, кстати, вон, да, все заканчиваю, давайте, вот теперь точно, до свидания, увидимся, все, Продолжение следует...